МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ. Начинают корреспонденты службы новостей. В студии Юрий Таболин. Доброе утро. Белорусы продолжают нести цветы к депредставительствам Российской Федерации в нашей стране. Лампады и свечи не угасают возле посольства в Минске и консульства в Бресте. Сотни соболезнований в книгах памяти в связи с катастрофой в небе над Черным морем уже успели оставить белорусы. Напомню, в столице выразить сочувствие в слове можно и сегодня. С 10 до 17 часов будет открыта книга соболезнований. Это боль и россиян, это боль и наша общая. И пусть будет, как бы, гаворат пухом земля, и что больше подобных картин у нас в жизни никогда не повторалось. Общая наша беда, общая наша трагедия. Мы всегда с народом России во все времена, особенно трудные времена, всегда рядом. Это тоже наша боль. В России на месте крушения Ту-154 третьи сутки идут поиски погибших и обломков самолета. В операции задействованы несколько тысяч человек, свыше 40 судов, подводные аппараты, а также авиационная техника. Работа не прекращалась и ночью. Для этого были установлены мощные прожекторы и световые башни. Все больше останков поднимают на поверхность. Некоторых погибших уже удалось опознать. Также со дна Черного моря были подняты фрагменты авиалайнера. Среди них несколько частей фюзеляжа, два механизма управления и запасной трап самолета. Между тем, точную причину катастрофы все еще не назвали. Среди рабочих версий попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Социальная поддержка в год науки. В Беларуси планируют пересмотреть тарифные ставки оплаты труда ученых и возможности приобретения собственного жилья. Сегодня молодым специалистам чаще предлагают отдельную комнату в общежитии, но уже в следующем году им могут предоставить рассрочку на приобретение жилья на 20 лет. Новым источником финансирования инновации выступит Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций. Выполнил ты квалификационные требования, засчитал через три года диссертацию. Пожалуйста, значит мы будем предлагать, как БКНТ, получи, к примеру, жилье, квартиру и 20 лет рассрочки по уплате. То есть это не бесплатная квартира, но это уже жилье этого человека. Около полутысячи белорусов в этом году отметила 100-летний юбилей. Причем число женщин-долгожителей в шесть раз превышает количество мужчин. Одна из них – гомельчанка Ольга Алексопольская. Она родилась еще в Российской империи, Великую Отечественную войну встретила в Сталинграде, восстанавливала разрушенной войной Гомель, пережила Советский Союз и была свидетелем становления независимой Беларуси. В юбилей пенсионерка, помимо поздравлений и подарков, получила и новый паспорт. Вручаем вам ваш главный документ на следующее 100-летие. Хочу, чтобы после меня все люди хорошо жили, мои родные, близкие, и чтобы вообще все был мир и спокойствие. Партизанская елка в Витебске. Как отмечали Новый год во время войны, ставили ли в землянках елки и какими игрушками украшали новогодних красавиц партизаны? На эти вопросы готовы ответить в музее Миная Шмырева. Здесь же подвели итоги акции «Письмо поколению победителей». Письма-треугольники со всей страны украсили главную елку музея. Самым ярким моментом, конечно, стала реконструкция событий 1943-го, накануне присоединения к партизанам Волго-татарского батальона. Стоит отметить, что Новый год был единственным праздником, когда почти повсеместно прекращались боевые действия. Новый год, как правило, встречался очень просто. Никаких игрушек елочных не было, поэтому елочки наряжали прямо в лесу и украшали обычными сельскими продуктами, тем же баранками, тем же кусочками сала какие-то подвешивались, конфетки и так далее. И напоследок, танго на колесах и концерт на конвейере. Минский тракторный завод сегодня нестандартно отметит грядущие праздники. Виртуозы руля устроят танцы на белорусах. Вальсы, танго и хоровод вокруг елки на тракторах. Вместо сборки в цехе предприятие обоснуется оркестром. Завершит праздник фейерверк на площади перед заводом от чемпионов мира по пиротехническому искусству. На этом выпуск завершен. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.